Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором если вдруг в игре что-то появилось, вы сразу можете смотреть обзор. И сегодня на продаже появились французские контейнеры. Кстати, хотите ничего в будущем не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик и выбирайте все уведомления с каналом. Тогда уж точно ничего не пропустите. А еще буду благодарен за лайкос. Итак, ребят, появились французские контейнеры на продаже и здесь, ребят, я бы не сказал, что особо есть чем поживиться. Да, тройка другая неплохих французских машин в данном контейнере присутствует. Давайте будем говорить откровенно. Хорошие машины в контейнере, я имею ввиду. AMX M4, MLE54, однозначно Chair Futur. В отношении девяток ничего хорошего особо сказать не могу. В отношении восьмерок, ну хорошо, Бурасик, Сому АСМ и с натяжкой револьвер, ну так, знаете, прям совсем если за уши тянуть. AMX Defender, однозначно тачка прикольная. Ну и мне лично очень нравится AMX CDA 105. Вот это действительно машина зачетная на своем восьмом уровне. Все остальное, машины посредственные. У меня, в частности, допустим, AC-10 до сих пор в коллекции нет, хотя я 10 лет играю в эту игру. И эта тачка мне вообще не нужна, разве что где-то там даром из какого-нибудь контейнера случайно выпавшая. В отношении стоимости, я бы сказал дороговато. Полторуха за французский контейнер один, это рил дорого. Если брать 15 контейнеров, то получается по 1000 золота, что существенно удешевляет процесс открытия контейнеров. Но опять-таки не факт, что из этих 15 контейнеров вам что-то выпадет. Я лично открывать данные контейнеры не буду, потому что, как вы видели, кроме AC-10 у меня в коллекции все остальное есть. И тратить голду просто для того, чтобы пооткрывать, это глупо. Но у меня есть хороший друг, которого зовут Мартин28, хотя я сомневаюсь, что это его реальное имя, который прислал мне видео с открытием данных контейнеров и сказал, что открытие действительно получилось для него очень выгодным. Давайте посмотрим, что у него вышло. Ну а Мартин28, тебе огромная благодарочка за присланные видосики, за то, что порадовал наши глаза. Итак, ребят, поехали. Первый контейнер я видел, как обычно, для того, чтобы обрезать в начале видео, остальное не смотрел. В первом контейнере ничего интересного абсолютно нет, во втором контейнере тоже ничего интересного. 15 контейнеров было куплено, как я понимаю, изначально, исходя из количества неоткрытых контейнеров, а значит, 15 тысяч золота уже ушло из копилки Мартина. Камуфляжик какой-то проскочил, я, правда, не понял, что за кама. Ребят, напишите, кто увидел и понял, на какую тачку данный камуфляжик выпал. Пока, не знаю, ничего меня абсолютно не удивляет. Открываются да и открываются, немножечко свободки, прям совсем голема по 200 единиц за каждый сертификат иксы падают. И обратите внимание, в принципе, меняются только бустеры. Награды, в принципе, практически те же самые. Ну, окей, здесь 2300 свободного опыта, несколько сертификатов. Ещё на 2300 сертификатов. Ещё они меняются местами, как я смотрю. Так, ещё один камуфляж. Тоже не понял, на какую тачку. Ребят, пишите в комментариях, серьёзно. Вот по камуфляжам, по названиям, мне сложно определиться, на какую машину конкретно внешний вид. В частности, по Франции. Ну и, в принципе, всё, что ли? А, вот так вот, девятка, АМХ 31 прототип. Ну, слушайте, неплохо, конечно. Девятый левел, слава богу, не восьмёрка и не ниже по уровню. Но мне кажется, что всё равно, 15 тысяч голды, это дороговато. Это дороговато для этой девяточки. Даже с учётом того, что насыпало какой-то дребедень. Было куплено, как я понял, ещё 5 контейнеров. А, у него были сертификаты, ребят. Сертификаты на... ну, части сертификата на французский танчик. То есть, он докупил количество контейнеров, необходимое для того, чтобы можно было забрать гарантом ещё одну машину. Вот в чём логика была. Ну, вот он, вот он сертификат на Францию. Дай что-нибудь нормальное человеку. Давай десятку ему. Дай ему десятку. Да, блин, ес! Слушай, Мартин, я рад за тебя. АМХ М4 МЛЕ 54. Ну, круто, ребят. Реально круто. В данном случае, соглашусь, с Мартиным действительно повезло. Получается, сколько там он купил 15 контейнеров, это 15 тысяч и 5 контейнеров, 6 с половиной. Того получается 21 500. 21 500, за которое забрал себе АМХа и забрал себе АМХа 30 первого прототипа. Того получается девятка и десятка за 21 500. Но это круто. Это круто. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. Первое, у него были части сертификата на французский танк. И для того, чтобы гарантом забрать себе машину за отсутствием этих сертификатов, он бы открыл явно большее количество контейнеров. А значит, себестоимость машины существенно увеличилась бы. Ну и второе, что стоит отметить, что ему выпала девятка, а не... Что там у нас самое нижнее по уровню? По-моему, там была британская пантера. Пантера Британии. Да, вот шестерка, допустим, выпадает. Британь, пантер. И ты сидишь и подтираешь себе сопельки, потому что ты находишься просто в ауте полнейшем. Да, в принципе, что бы ни выпало за 15 000 голды, кроме девяток и десяток, ты все равно будешь находиться в минусе. Поэтому жду ваших комментариев с вашим мнением по поводу данного открытия. Открывать контейнеры французские или нет, решайте самостоятельно. Я бы, допустим, не рискнул. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.